Всем привет! Меня зовут Катя, и я сегодня с вами рисую цветочки. Карандашный такой скетч на айпаде. Фреска. Обожаю там карандашиком рисовать и очень-очень кайфую. Я решила сделать такой, ну, не раздельный сет, а как вот букетик из разных цветков. Опять же, тут юзала свою книжечку, смотрела какие там цветы, и вот складывая, компилируя из разных каких-то букетов, вытаскивал какие-то цветочки и вот заполняла пространство. Тут такие у нас, я не знаю, наверное, пионы. Книжка есть, да, но название, как всегда, не смотрю. Легонько их намечаю и сразу заполняю тени, чтобы появился объем у нас у объекта, потому что любой цветочек, будь там вообще миллион лепестков, все равно он в целом выглядит как объект, например, как какой-то шар, у которого есть и затемненная сторона, и светлая. И, конечно же, для контраста добавляю какие-то крупные листы, чтобы был темный цвет, который подчеркивал бы вот эту вот такую белоснежность цветка. В общем, как всегда, все работает на контрастах, и букет будет интересней, если тут будет что-то вот, ну, такие, опять же, разные элементы, и крупные, и мелкие цвета. Опять же, как я говорила в каком-то из видео, составляем букеты паттерны так, как составляют букеты флористы. Вот, набираем одни цветочки, другие, и, то есть, они действительно могут быть вообще совершенно разные, вроде бы как бы и не сочетающиеся вместе, но почему бы нет? Нет, вот такие тоже веточки решила добавить с такими, как, я не знаю, как эти шарики назвать. Вот, и, конечно, на айпаде так удобно, что ластик, есть ластик, который 100% стирает, ибо я очень люблю мягкие карандаши, и какие-то вспомогательные линии, когда проводишь, они прям, ну, начинают раздражать, и стереть их не всегда потом получается, потому что ты уже сверху тоже слой тени положил, и так не сотрешь. А, на айпаде, конечно, это очень классно, и круто, что есть белый карандаш, чтобы можно было вот как ластиком в скетчбуке что-то прорисовываешь. Также и тут вот какие-нибудь прожилки на темном листе, какие-то блики где-то поставить, это, конечно, тоже очень-очень классно. Вот я прорисовываю второй цветок, который сбоку, и надо заполнять между ними пространство, еще добавить какие-то цветы, какие-то маленькие, которые похожи на цветущий горох. Но, опять же, я всегда что-то как-то могу видоизменять, и иногда, если я что-то рисую, какой-то цветок, я даже вообще не понимаю, что это за цветочек, просто я знаю, что здесь нужен какой-то крупный объект, и который бы не в центре, а он какой-то дополняющий элемент, и поэтому действительно не важно, что там изображено. Главное, чтобы он там хорошо смотрелся по композиции, а что это конкретно за цветок, не обязательно никому знать, даже вот рисующему, то бишь мне. И вот я потихонечку заполняю. Опять же, вот видите, как хорошо работают контрасты. Если вот очень такой светлый цветочек, сразу хочется какой-то темный фон, чтобы цветок заиграл, чтобы его стало видно, и вот картинка постепенно становится такой многослойной, такой объемной. Я, кстати, рисую все на одном слое, потому что вот не люблю заморачиваться, и я потом начинаю путаться в них. И опять же, мне нравится, что это такая имитация обычной работы на бумаге, потому что ты на бумаге со слоями там не мучаешься. И тут я вот все закрашиваю, все делаю на одном слое. Если что, можно просто почистить ластиком. И вот опять же, вот эти прожилочки на листочках, и вот листами, когда заполняешь задний план, прям сразу цветы наши вот начинают светиться. сразу их видно хорошо, и вот не нужно даже теней добавлять, хотя, может быть, еще чуть-чуть поконтрастнее, если сделать. Хотя нет, и так все хорошо. Просто еще несколько каких-то прожилочек, элементов, и картинка складывается. Вот, пойду делать из него паттерн.